Для всех этих мальчишек футбол не просто хобби, это целая жизнь. Команда «Медведи» сельского поселения «Медвежья Озерская» не раз доказывала свою преданность игре, любимой миллионами. А сегодня ребята встретятся на поле со своими сверстниками, такими же страстными любителями этого вида спорта, командой футбольного клуба «Джан Либао» из Китая. Делегация впервые прибыла в Щелковский район специально для проведения товарищеского матча. Мы в прошлом году участвовали в конкурсе спортивных учреждений Московской области, сельских поселений. Соответственно, заняли первое место по Московской области, по имеющей оборудованию, по имеющему количеству жителей, занимающих спортом. Рады увидеть наших китайских друзей. После окончания чемпионата мира, я думаю, они видели, как в России умеют проводить вот такие мероприятия. Соответственно, мы в меньшем уровне тоже готовы показать. Событие мирового масштаба, недавно состоявшийся чемпионат мира по футболу, стал поводом для проведения игры и вдохновения спортсменов. Так, с самого начала игра обещала быть интересной. Стоит отметить соперники «Медведей» из Китая. Команда «Молодая» была образована 1 января 2018-го, но уже успела поучаствовать в государственном чемпионате по футболу у себя на родине. Да и попасть в ее состав ребятам было весьма непросто. Отбор проходил в 19 городах страны в лучших школах Китайской Народной Республики. Очень приятно, что сельское поселение Медвежоозерское этому уделяет особое внимание. Оно ищет такие контакты, оно взаимодействует, потому что именно в таких контактах рождается и дружба между ребятами, и между нашими странами. Мы знаем, что на сегодняшний день не только в спорте, но и по другим направлениям между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой развивается очень динамичное отношение, что волнует мировое сообщество. А мы этому очень рады. И, конечно же, спорт. Спорт всегда являлся оплотом мира, дружбы и взаимопонимания. Играли два по 30. Стоит отметить, владение мячом уже с самого начала первого тайма было на равных. К середине тайма гостям удалось забить первый гол ворота Медведей, но с ответом хозяева не медлили и, прорвав оборону Джиан Либао, отправили мяч в ворота соперников, вызвав бурю положительных эмоций у болельщиков. На трибунах не было свободных мест. Задача, чтобы дети сыграли на максимуме, получили удовольствие и какие-то технические, тактические моменты показали лучше свои качества. Работать над собой. Главное верить, работать над собой и стремиться. Стремиться попадать в большой футбол. Футбол это жизнь, как говорится. На радость юным спортсменам и всем присутствующим и день выдался солнечным. Сами же гости высоко оценили как прошедший в нашей стране чемпионат мира по футболу, так и организацию товарищеского матча. Отметили созданные условия для занятий физической культурой в Медвежьих озерах, в частности спортивную базу стадиона. Очень приятно находиться здесь, в России. Чемпионат мира по футболу произвел на нас большое впечатление. Нам очень нравится это место, где такой стадион. Мне очень нравится играть на таком стадионе, и погода сегодня что надо. Мне бы хотелось еще раз приехать сюда. До середины второго тайма счет на табло показывал ничью 1-1, но все же китайской команде удалось отправить мяч в ворота медведей. Хозяева попытались сравнять счет, несколько раз атаковав соперников, но сегодня фортуна была на стороне гостей 2-1. Игра стала началом дружбы между спортивными клубами наших медвежек и китайского Джан Либао. В конце же встречи по традиции состоялось награждение команд и лучших игроков. Также все участники спортивного мероприятия обменялись памятными подарками. Сегодня команде Джан Либао повезло немного больше, чем хозяевам поля. Но все-таки самое главное, что матч получился по-настоящему товарищеским. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».